сейчас покажу универсальный видео урок по соединению ног его можно будет использовать в любом мастер-классе без привязки к количеству петель на ногах и количеству петель воздушных петель соединения и так связали предварительно обе ноги на левой ноге последнюю петлю не закрываем оставляем ее саде одеты на нее маркер хвостик примерно колон 10-15 сантиметров на правой ноге довязали до конца также нить не обрываем вязание не закрываем будем продолжать этой нитью вязание предварительно надо установить маркеры поставим ноги прямо и смотрим каким образом мы хотим чтобы они располагались располагаться они должны либо прямо относится друг друга либо под углом в стороны под одинаковым углом стороны это опять же по вашему желанию как вы хотите чтобы располагались ноги предположим я хочу чтобы они располагались вот так на середину тыльной ноги бедра устанавливаем маркер первый так установили маркер на другой ноге также с тыльной стороны бедра устанавливаем маркер примерно на том же самом расстоянии что и первый маркер чтобы они были напротив друг друга соединяем маркеры эти временно они будут имитировать цепочку воздушных петель и которые будут соединятся наши ноги и ставим вот смотрим ноги расположены когда поставишь примерно так как нам хотелось бы то есть не косолапо не под разным углом друг другу а так как мы хотели бы их видеть значит такое расположение ног нас устраивает ради разъединяем маркеры не снимаем пока левую ногу откладываем сторону работаем с правой ногой на правой ноге необходимо провязать то количество петель которого не хватает до нашего маркера включая ту петлю в которой установлен маркер в разных игрушках это количество петель разные и при разное расположение ног тоже разные вот я довязала последняя петля в то петлю где маркер маркер вынимаю эту петлю провязываю все сейчас уже можно соединять с левой ногой провязываем то количество воздушных петель которые указаны мастер-классе бывает соединяет одной петли бывает двумя воздушными петлями бывают тремя и так далее допустим я провязываю 2 воздушных петли далее откладываем сторону крючок не вынимаем с петли откладываем сторону работаем пока с этой левой ногой на левой ноге вот то место где будет присоединяться наша цепочка воздушных петель вот этот маркер показывает окончание ряда вязание левой ноги я снимаю маркер и распускаю то количество петель до нашего вот этого центрального маркера тут у меня было две петли у вас это может быть совершенно другое количество петель крючок пока отсюда заберу и закрываю эту петельку соединительным столбиком просто соединяю и вытягиваю вот вязание тут мы закрыли на этой ноге распустив то необходимое количество петель до маркера далее соединяем правую ногу опять крючок вдеваем в последнюю воздушную петлю то место где у вас маркер обозначающая середину тыльной стороны бедра левой ноги провязываем соединительный столбик то есть соединяем эту воздушную цепочку петель просто вот так протягиваем провязали соединительный столбик и сейчас нам по левой ноге необходимо провязать столько петель сколько на ней было например по при завершении вязание если было 16 петель то провязываем 16 петель если было 20 петель то провязываем 20 петель сколько петель было столько петель провязываем обычно в мастер-классе я указываю провязать по левой ноге такое-то количество петель вот мы их провязали подошли к цепочке из воздушных петель то есть сколько было воздушных петель на цепочке столько петель нужно по ней провязать если было три воздушных петли то три петли сейчас провязываем если было две воздушных петли то две петли сейчас провязываем вот у меня тут было две воздушных петли поэтому я сейчас провязываю по ней две петельки 1 2 мастер-классе тоже будет указано сколько петель провязана провязать по воздушной петле ищем вот одну из ее стенок этой воздушной петли вставляем за одну из стенок крючок перегнулась и провязываем вот нашла за переднюю стеночку провязала теперь подошли к правой ноге на правой ноге провязываем то количество петель которое было на ней по завершении вязания ноги в мастер-классе это указано будет написано провязать по правой ноге такое-то количество петель провязываем и в в в в в Продолжение следует... Вот, я провязала необходимое количество петель. Теперь нам нужно провязать петли по воздушной цепочке петель, но с другой стороны. Опять же, провязываем столько, сколько указано в мастер-классе. Это будет то количество, какое количество было воздушных петель изначально. Тут у меня было 2, поэтому я провязываю 2 петли. И зацепляем за другую сторону петли, этой воздушной, и провязываем за другую стенку. 1, 2. 2 петли провязали. Все. Наш ряд завершился соединительный. На это место устанавливаем, сдвигаем нашу нить маркерную. То есть, сейчас покажу, вот она сейчас спряталась. Она была, завершилась вот тут вот. Но мы же распускали несколько петелек. Поэтому вот сдвигаем ее на это место, и в будущем все отсчеты, все ряды будут идти именно от этого места. Вот это будет начало следующего ряда. И вяжем далее по схеме. Когда провяжем по схеме следующий ряд, необходимо вот тут посмотреть, нет ли на стыке отверстия. Если вдруг на стыке случайно получилось отверстие, то его можно сейчас вот зашить вот этим хвостиком. Просто вдеть в иголочку, либо вдеть в иголочку, либо крючочком сделать нескольких соединительных петелек, и это отверстие стянуть. У меня отверстие не получилось. Но просто если при другой плотности вязания вдруг оно произошло, вот в этом вот месте, вот оно немножко даже у меня есть, можно его стянуть. Это делается вот этим хвостиком. Можно взять крючок поменьше размером, вот так вот взять и стянуть. Можно зашить. Все, нить закрепляем и прячем внутри ноги. Вот наши ноги соединились. Соединились так, как нам хотелось. Продолжаем вязание.